Круглые столы по различным аспектам региональной экономической политики проходят в Кузбассе с 2009 года постоянно. В этот раз мероприятие впервые состоялось в формате стратегической сессии, что придало дискуссии максимально творческий и продуктивный характер. В фокусе внимания участников оказались такие основные темы, как проблема оттока молодежи из региона, развитие малого и среднего предпринимательства, пропаганда здорового образа жизни и многое другое. Мы сегодня обсудили самые неприятные вопросы, от которых можно было бы уходить, делать, что ничего не происходит. Мы просто так собираем предложения, чтобы приехать, положить в корзину. Самые интересные, самые яркие и самые полезные предложения мы должны лечь в основу программы комплексного развития моногородов на 2018 год. Кемеровская область – регион с наибольшим в стране количеством моногородов. Их у нас 24. По федеральной программе некоторые из них уже получили 5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Это позволило привлечь больше 70 миллиардов частных инвестиций и создать 21 тысячу рабочих мест. Причем программа позволяет решить не только промышленные, но и чрезвычайно важные вопросы здравоохранения и образования. Предполагается строительство школ нового типа. Из 5 школ, которые будут построены во всех городах Российской Федерации, их 319. 4 школы будут построены в Кузбассе. Тесное сотрудничество власти и бизнеса всегда было движущей силой в развитии любого города. Например, на протяжении 12 лет Сибирская угольно-энергетическая компания заключается в администрации области соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. В этом году был подписан очередной документ, согласно которому объем социальных инвестиций составит более 140 миллионов рублей. Наш опыт работы на земле Кузбасса на других территориях научил нас, что эффективный бизнес невозможен без постоянной и обширной деятельности по социальному и экономическому развитию регионов, по повышению уровня жизни людей, живущих на наших территориях. Среди новых проектов, запущенных в СОЭКОМ в этом году, экологический марафон «Зубочистка», деловая игра «Социология», первым победителем которой в номинации «Лучший социальный проект» стала школьница из Ленинска-Кузнецкого. Но на этом они не собираются останавливаться. Впереди еще много интересных, а главное нужных проектов для области в целом и нашего города в частности. Продолжение следует...